С начала года по программе капремонта в Самарской области отремонтировали 729 домов. Заместитель председателя правительства Марат Хуснулин отметил, что процесс обветшания домов невозможно прекратить, но можно продлить срок службы зданий. На этой нацелено своевременное проведение капитального ремонта. Всего с 2014 по 2023 год в Самаре отремонтировали 2643 многоквартирных дома, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Для отдельных категорий граждан, имеющих регистрацию в Самаре, городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки предоставляет компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Для оформления выплаты нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Выплата предоставляется одиноким матерям, воспитывающим детей до 18 лет, многодетным семьям, где есть трое и более детей до 18 лет, семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей-инвалидов. Подробную консультацию можно получить по телефону 332 16 36. Решать вопросы ЖКХ удобнее с помощью мобильного приложения Госуслуги Дом. Приложение на базе ГИС ЖКХ помогает собственникам квартир управлять домом с мобильного устройства, передавать показания приборов, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, подавать заявки, голосовать на собраниях и многое другое, напоминает телеграм-канал промышленного района. В Кировском районе состоялся конкурс фестиваля «Гид-бригад юных инспекторов движения». В гимназии номер 133 прошел районный этап конкурса, посвященный безопасности на дорогах. Цель мероприятия – расширение знаний детей о правилах дорожного движения, формирование поведенческой культуры и закрепление навыков безопасного поведения на проезжей части. Победители конкурса получили грамоты и сладкие призы, пишет телеграм-канал Кировского района.